Вопрос о том, как сохранить и приумножить свои деньги, встает не только перед крупными инвесторами, скорее наоборот. Чаще всего им задаются как раз люди, которые инвесторами себя не считают, но при этом собирают, откладывают свои сбережения, например, на крупную покупку, отпуск, свадьбу, и где-то их хранят, во что-то их вкладывают. Большинство людей полагает, что держать деньги в доме это не только небезопасно, но и глупо. Каждый год дензнаки теряют в цене, прежде всего их цены съедает инфляция. Существует немало способов сохранения и приумножения капитала. С рисками и большой рентабельностью, или в общем-то без рисков, но с крайне низкой доходностью. Не все способы, которые активно применяются в экономически развитых странах, присутствуют и работают в Молдове. Но чтобы понять, какая должна быть минимальная доходность, сохранение сбережений, необходимо обратить прежде всего внимание на уровень инфляции. Чтобы не сильно углубляться, возьмем статистику за трехлетний период, который в инвестиционной среде называется среднесрочным. Период с ноября 2011 года по октябрь 2014. Инфляция. В годовом исчислении инфляция в октябре 2012 года составила 3,9%. В октябре 2013 года 4,7%. Октябрьского показателя за текущий год еще нет, а в сентябре 2014 года за последние 12 месяцев инфляция составила 4,8% годовых. Таким образом, за последние три года годовая доходность вложений с целью их сохранения покупательской способности должна быть не меньше уровня максимально зарегистрированной инфляции, а для приумножения должна превышать ее. То есть доходность вложений в национальной валюте должна быть от 5% в год. Давайте разберемся, какие из инструментов обеспечили эту доходность за последние три года. Начнем с депозитов. Депозиты в коммерческих банках, пожалуй, самый простой и доступный способ сохранения и приумножения денег. Условия размещения депозитов для юридических лиц всегда хуже, чем условия привлечения от физических лиц. Поэтому возьмем средние ставки по депозитам для физических лиц. В 2011 году максимальная средняя ставка по депозитам составляла 10,15% годовых. В сентябре. С некоторой динамикой к снижению в конце 2012 года средняя ставка пыталась вернуться к границе 10%, но не смогла. Но уже с начала 2013 года ставки стали снижаться и не превышают ныне 8% годовых. Тем не менее, этот уровень вполне обеспечивает не только сохранность средств от инфляции, но и их приумножение. Вопрос только в том, что банки, которые испытывают проблемы с капиталом, повышают ставки. И чем выше ставки, тем больше риски. Банкротство банков, например. В истории Молдавской банковской системы было немало случаев, к сожалению, когда вкладчики теряли свои деньги. А фонд гарантирования депозитов обеспечивает возврат их в размере до 6 тысяч леев на один депозит. Правда, парламент принял закон о повышении минимальной суммы гарантирования до 15 тысяч леев на один депозит, но пока только в первом чтении. Государственные ценные бумаги – весьма надежный инструмент вложения средств, но он мало распространен среди юридических лиц и почти не используется лицами физическими. На рынке госбумаг играют коммерческие банки, размещая в них свободные ресурсы и получая гарантированный процент. Только в один период, в мае-июле 2013 года, средние ставки по ГЦБ были ниже уровня инфляции. Это было обусловлено высоким спросом со стороны коммерческих банков. Они предпочитают вкладывать свободные средства в гарантированный инструмент с гарантированной доходностью. А чем выше спрос, тем ниже ставка. С другой стороны, Минфин отслеживает ситуацию и почти ежегодно повышает объем выпускаемых ГЦБ, обеспечивая поступление в бюджет средств от продажи бумаг. Вот и в этом году, при изначально заложенных 430 миллионов леев, которые должны были пойти на покрытие дефицита бюджета от продажи госбумаг, наблюдался повышенный спрос на бумаге. И Минфин внес предложение об изменении бюджета и увеличении этой цифры почти в два раза, до 800 миллионов леев. Рынок получил больше бумаг, бюджет, больше денег. Нацбанк, стерилизацию денежной массы и снижение давления, в том числе на валютный рынок. А для игроков, которые все это понимают, повысили ставки. В целом, госбумаги – весьма привлекательный инструмент для инвестиций, обеспечивающий банкам, как основным игрокам, гарантированную доходность. Кроме того, с этого года Минфин начал выпускать казначейские обязательства со сроком погашения 3 года с фиксированной ставкой. В апреле этого года начинали с 8% годовых, а сентябрьское размещение прошло уже под 8,75% годовых, что существенно превышает уровень инфляции. Акции. В экономических развитых странах частные инвесторы активно участвуют в играх на фондовом рынке, покупая и продавая акции. Однако специфика фондового рынка Молдовы такова, что акционеры предпочитают сконцентрировать свои пакеты и не рассматривают динамику цен на акции как инструмент зарабатывания денег. На нашем рынке нет таких бумаг в свободном обращении, которые бы вызывали интерес для венчурных инвестиций, то есть покупки с целью продажи по более высокой цене. Кстати, в мире также развиты вложения в инвестиционные фонды, трастовые компании, пенсионные фонды. У нас же репутация этих организаций сильно подпортилась после приватизации, да и законодательство пока не готово к нормальной деятельности таких организаций. Так что данный сегмент в Молдове еще только предстоит развивать и надеемся, что в не очень далеком будущем. Далее следует недвижимость, которую многие считают лучшей инвестицией. При том, что проблема жилья стабильно стоит в обществе, квартиры и дома всегда покупаются и продаются, сдаются в наем. По данным операторов рынка, стоимость однокомнатной квартиры, как наименее дорогого жилья, потому наиболее востребованного, составляет около 600 евро за квадратный метр. Как первичное, так и вторичное жилье. Причем стоимость квартир за последние три года несколько снизилась совокупно, но практически не изменилась в отношении однокомнатных квартир. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры составляет в Кишиневе порядка 20 тысяч евро. С учетом стагнации рынка, а также растущим числом строящихся новых домов, прогнозы специалистов на ближайшее время, впрочем, как и три года назад, говорят о стагнации. То есть можно сказать, что жилье не дорожает и не дешевеет. При этом дорожает стройматериал по 30% в год, что в общем-то связано с девальвацией национальной валюты в том числе. При том, что в аренду однокомнатные квартиры в Кишиневе сдаются в среднем по 100 евро за месяц, чистая окупаемость вложения в это жилье, а вложить надо минимум 20 тысяч евро, составит почти 17 лет. Но мы не говорим об окупаемости инвестиций, а говорим о сохранении и приумножении денег. И в этой связи недвижимость, это без сомнения надежный инструмент сохранения, подвержены, правда, рыночной динамике вверх или вниз, но в любом случае защищены и от валютных рисков. Хотя есть бизнес, основанный на приобретении жилья в плохом состоянии, ремонте и доведении до так называемых евростандартов с целью дальнейшей продажи. Но такой бизнес требует постоянного участия и занятости. То есть вложение в недвижимость вряд ли можно рассматривать как среднесрочные инвестиции. В недвижимость складываются те, кто не стремится получить доходность, даже с минимальными, но рисками, предпочитая гарантированную сохранность своих средств. А сдавая недвижимость в аренду, владелец минимизирует еще и текущие затраты по ее содержанию. Ценные металлы. Многие считают, что одним из самых надежных вложений является приобретение драгоценных металлов золота и серебра. Да. Действительно, в переходные периоды, когда бушуют гиперинфляции или войны, вложение в драгметаллы гарантирует сохранность капитала. Но когда мировая экономика переживает кризис, золото, серебро, платина, они снижаются в цене, как бы опускаясь с уровня своей переоцененности на реальный. Если бы вложения в золото были осуществлены, например, три года назад, то к концу этого года инвестор пришел бы к потерям. Так сильно обесценилась металлы за последний год. Наивысшая стоимость грамма золота была зарегистрирована в начале октября 2012 года. Но затем последовало резкое падение, достигшее дна в июле 2013 года. В последние годы золото не проявляет стабильность. От самой высшей точки цены к сегодняшнему дню оно подешевело на 21%. Но все-таки не так сильно, как подешевело серебро. Пиковая стоимость серебра зарегистрирована была в марте 2012 года. А самая низкая 30 июня 2013 года. Обесценивание серебра с момента пиковой позиции к сегодняшнему дню составило 55%. Эти расчеты приведены в леях. А поскольку с ноября 2011 года по ноябрь 2014 лея девальвировался на 27% с 11.67 до 14.83, то есть де-факто потери от инвестиций в золото в валютном эквиваленте за последние 3 года оцениваются примерно в 48%. А серебро просто катастрофически почти в 82%. Таким образом, драгметаллы, как и недвижимость, можно отнести к выгодным вложениям капитала, но скорее в долгосрочной перспективе и только с целью сохранения средств, не рассчитывая сильно на их приумножение. Те, кто купил 3 года назад недвижимость или вложился в драгоценные металлы, к сегодняшнему дню не могут вернуть свои деньги, так как покупки эти были осуществлены на ценовом пике. Законы рынка говорят о том, что покупать надо на спаде, а продавать на росте. На спаде выгодны инвестиции в недвижимость и драгметаллы. Вопрос же сегодня состоит в том, достигли ли этот рынок дна, дна ниже которого цены уже не опустятся. И если да, то сейчас может быть самый подходящий период для вложения денег в сохранности именно в эти активы. Ради справедливости надо отметить, что 2011-2014 годы – это годы падения цен на драгметаллы. До этого золото всегда росло в цене. С декабря 2008 по июнь 2011 золото подорожало на 70%, и инвесторы на протяжении 12 лет находились в тихой гавани. Произведение искусства В мире еще практикуются инвестиции и в эту сферу. Ну, с одной стороны, это скорее долгосрочные вложения. С другой, в Молдове галерейный бизнес практически не развит. То есть его развитие во многом зависит в том числе и от того, насколько молдавские художники призваны на мировом уровне, и насколько в том числе наши предприниматели готовы понимать и поднимать, инвестировать в это деньги. Многие предпочитают вкладывать деньги в валюту, евро или доллар. Но надо понимать, что и в США, и в еврозоне присутствует своя инфляция. То есть покупательская способность валюты тоже теряет в цене. В США инфляция в последние годы составляет 1,5-2% в год. В еврозоне инфляция чуть ниже, от 0,5 до 1,5, которые ожидаются в 2016 году. При этом средняя ставка по депозитам в валюте в Молдове в последние годы колеблется в пределах 3,64%, 4,79% годовых. То есть при очень грубом подсчете, при величине депозитов в леях примерно в 8% минус инфляция в 5% дает чистую доходность 3% годовых. А при величине депозитов в валюте в 4,5% минус инфляция в 1,5% дает такую же годовую чистую доходность 3% годовых. Правда, за 3 года лей девальвировался на 27%, что соответствует примерно 9% в год. То есть этот доход получили те, кто 3 года назад вложился в валюту. А если бы эти деньги находились еще и на депозите, то доходность была бы в среднем 10% годовых, что вдвое выше среднегодовой леевой инфляции. Вот и выходит, что девальвация леи повышает привлекательность именно валютных депозитов. Ну, это тема для отдельного разговора. Говоря о среднесрочных инвестициях, можно также отметить желание многих участвовать в доле того или иного бизнеса, вложиться в бизнес друзей, знакомых, просто в людей, которым можно доверять. Но это очень рискованное и хлопотное дело. С одной стороны, недаром говорят, хочешь потерять друга, одолжи ему денег. С другой, главный закон бизнеса звучит как защищайте свои инвестиции. При долевом вложении защита инвестиций занимает много времени и фактически является работой. Но даже физические лица, куда-либо вложившиеся в свои деньги, сами того не подозревая, становятся инвесторами. И как инвесторам им необходимо следить за тем, чтобы их инвестиции не пропали, мониторить финансовое положение банков, в которые вложен депозит, следить за тенденциями на рынках недвижимости и драгметаллов, отслеживать динамику валютных курсов, наконец. Подводя итоги, приходится признать, что у среднесрочных вложений частных инвесторов, тех, кто хочет сохранить свои деньги и приумножить, накапливать для своих целей, наиболее простым и очевидным путем многие видят банковский депозит. Выбор, мягко говоря, уж слишком ограничен. Это была программа «Инфомаркет в теме», совместный проект с каналом MBC. До встречи через неделю. «Инфомаркет в теме», «Инфомаркет в теме», «Инфомаркет в теме». «Инфомаркет в теме», 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 «Инфомаркет в теме». Продолжение следует...